Жители военного городка в Новосибирске оказались заложниками реформы Минобороны. После ликвидации печально известной управляющей компанией «Славянка» у многоквартирных домов появились новые хозяйствующие организации. Однако, по словам людей, ситуация стала еще хуже. Александр Куршев выслушал стороны. Вот, и мусорки все полные, и за мусоркой, и вот здесь видно очень хорошо, что с левой стороны... У местных жителей в телефонах коллекция таких фотографий. Если не делать уточнение, что это вид одного из дворов Октябрьского района Новосибирска, можно подумать, это специализированная свалка. Мусор здесь не убирали несколько месяцев. Хотя нет, перед приездом журналистов коммунальщики немного уменьшили гору мусора. Мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин, хозяин, который отвечал за эту территорию, за вывоз мусора. Вы думаете, это вот эта территория? Посмотрите, дальше еще что есть. Дальше ужасно, что у нас творится. Везде безобразие. Последние пять лет коммунальным управлением военного городка занималась компания «Славянка», подчиняющаяся Министерству обороны России. Журналисты ОТС уже задавали вопросы по мусору прежнему руководству предприятия. И тогда на камеру пообещали, что после реформы будет наведен порядок. Мы сегодня весь объем, который там скопился, вывезти не успеем. Потому что вот эта акция проводится совместно с муниципалитетом по вывозу мусора. С администрацией октябрьского района? Да. Мы сегодня весь мусор вывезти там физически просто не успеем. Я думаю, что к завтрашнему дню у нас все площадки будут чистые. С 1 ноября 2015 года «Славянка» официально перестала существовать. Весь жилфонд Москва перевела на баланс новой организации. По словам жильцов, их мнение никто не спрашивал. Лишь уведомили. Нас собрали и было сказано практически дословно, что ребята, вас никто не хочет брать вообще. У вас есть одна альтернатива. Это «Славянка». То есть «Славянка» только под другим названием и с той же головой в Москве, до которой никогда не достучаться. Сначала люди пытались задать вопросы Яковлевой Светлане Петровне. Она, будучи в должности начальника участка «Славянки», плавно перешла в новую организацию, кстати, с неплохим приданным. Всю жизнь это было до всех начальников, кроме Светланы Петровны. Сейчас она ее переделала, уделала, трехкомнатная квартира стала, жилое помещение. Каким образом, непонятно. Вот это офис новой управляющей компании, которая работает с бывшими объектами «Славянки». Правда, что здесь стало по-другому, журналистам так и не объяснили. На всех дверях вывески старого акционерного общества. Извините, пожалуйста, хотели бы вас узнать. Это все-таки управляющая компания «Славянка» или как-то она по-другому называется? Расскажите, пожалуйста, как называется организация, в которой вы сейчас работаете? Региональным директором общества с ограниченной ответственностью ГУЖФ, так называется созданная после «Славянки» организация, теперь назначена Елена Григорьевна Гнатюк. Она о проблеме мусора знает, согласилась поговорить с жильцами, но не журналистами. У нее информация о том, что мусор вывезен. И она звонила в ресурсоснабжающую организацию, сказала, что этот вопрос возьмет на личный контроль. Будем надеяться, что сейчас, тем более после сюжета, после такой вот критичной ситуации, как она сама ее назвала, что все-таки дело наше с мертвой точки сдвинется. Кстати, проблема военного городка не только мусор, это еще и состояние жилфонда, сгнившие крыши и трубы. Журналисты ОТС вернутся к этой теме. Александр Курш, Антон Мамаев, Новости ОТС.